здравствуйте дорогие мои друзья ну что же японцы собираются отравить океан вообще так мы все следим знаете за событиями там война там понятно а японцев тихушку собирают не в тихушку простите не в тихушку официально собираются слить эту радиоактивную воду которую они охлаждали свой реактор на фукусиме слить ее в океан нормально нормально знаете и японцы но страна то морская сколько там рыбаков сколько вообще япония потребляет морской продукции потом ну китай корея наш дальний восток ничего сольем океан все примет океан все растворит обидно да вообще обидно хотя мы вроде далеко там знаете но все равно знаете кто-то рыбешка сюда придет все равно это распространится по всему миру потому что рыбаки не перестанут ловить люди не перестанут как говорится есть рыбу ну что же что же каждый от этого решения кто-то потом где-то увеличились онкологические заболевания увеличились какие-то сердечно-сосудистые проблемы люди начали как говорится болеть и умирать что ж такого японцам надо слить слить свою воду потому что дороговато все время но эти бочки делать как его ну не бочки кстати хранилище огромные с этой водой и держать их но они говорят что они отфильтруют там что она будет безопасно что для океана это все будет естественно возмутительно возмутительно но китай возмущается ну корей не знаю наши вообще как бы помалкивать пока нашим там важнее другое хрен с ним да там мы мы сами отравим ну во всяком случае видите это делается публично и здесь будет сделан не не завтра а как бы они с прицелом там на двадцать третий год что ли то есть ну во всяком случае свинтусы да вообще нет не то слово японцы мерзавцы сами себя ну давайте там травите продолжайте знаете вот какое-то проклятие и ядерное проклятие сказал на нас на страну японии заслужили карма ну кто его знает нам не знать воли волю богов но понимаем что сами сливают радиоактивные охоты но я не к тому не к тому как всегда знаете небольшое такое предисловие но и потом самое главное меня волнуют наши наши шептуны дайте кто-то как говорится не буду говорить пернул вдруг в тиши вот наши отпускаю наш так сказать руководитель пляшивый пускает все время шептунов знаете японцы спрашивают а у нас вспомните совсем недавно где там на на камчатке там вдруг вынесло огромное количество живности рыбы там всяких существ морских потому что кто-то что-то там какой-то супер супер такой яд спустил в этот в океан и сразу огромное количество животных сплаву и люди там что-то тоже там купались пострадали вообще вообще молча никто почему так и даже не расследовали какие-то вещи там знаете кто-то что-то сказал в соцсетях там центр и а тут потравили нормально что это мы-то сразу понимаем кто потравил пляшивый шептун знаете что-то протекло никого не волнует никого запросто в океан мы сливаем все что угодно знаете пом помним мы вот эту трагедию в норильске когда слили вот эту солярку все поговорили что нет в этот олигарх должен заплатить все и все и молчание чего там делают ничего никто не пострадал на то есть последствия последствия там на 50 лет вперед для всего вот этого северного региона все все сошло на нет где-то ну месяц наверное там каких-то разговоров переговоров выставили большой счет этот счет он похоже не оплатил отделался так сказать легким испугом все тоже как говорится пустили шептуна не важно люди не важно конечно природа живность ничего не волнует то что к нам свозятся ядерные отходы и тоже где они захораниваются никто же не это конце концов никто не знает вы может быть живете а вам там под бог здесь складывают ну и что что у вас ваш поселок ваш городишка там ну начнут друг люди очень сильно болеть и помирать ну что как говорится дядя вова пукнул ему денежки заплатили каш пернешь перну перну за деньги перну все что угодно могу и наложить кучу ну вот и накладет на все поэтому нам в этом фоне японцы конечно гады у гады вообще но они хотя бы такие честные гады говорит ну мы вот до двадцать третьего года ну вообще не не сможем эти бочки строить чтобы воду наливать туда потому что наверно вся япония скоро покроется этими бочками потому что эту электростанцию мы остановить не можем и и не можем мы должны охлаждать и мы и охлаждаем наверное наверное есть какое технологическое более технологическое дорогое решение и смогут ли японцы это сделать но наверное знаете надо технологически там всем миром решать вот такие проблемы потому что от этого зависит ну вся общая экология поэтому вместо того чтобы тот какой-то тут надо ученым решать мировые проблемы не не это не местечковые но нашим-то бесполезно потому что у нас как ученых как ну не надо сказать что не было и нет были но сейчас их нет вот лучше и нашему то лучше загадить за деньги он все загадит свое и чужое чужое то чужое тоже запросто но если бы кого-то ему по лысине не давали то 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 все бы загадил а пока так сказать наш шептун тихо травит всю страну и вот что-то мы узнаем что-то мы узнаем а что-то и нет кто знает слава богу в наших полях здесь пока ничего не закопали но тоже здесь километров 15 есть такая свалочка и что туда возят как туда возят загадка так что друзья мои надо экологичней вообще для всего мира экологичный японии ну хорош сливать тут хорош сливать но это ладно друзья мои японцев аж обсуждаем и лысого пердуна тоже потому что мы это вообще если это как найти не умеет себя вести в обществе в нашем первую очередь в этом в российском не считается с нами гадит и гадит все пока